На площадке метростроя по улице Галактионовской кипит работа. Здесь к середине апреля планируют полностью закончить пусконаладку тоннелепроходческого комплекса, настроить все его системы и подготовиться к пуску. Движение огромного комплекса длиной 88 метров начнется от улицы Галактионовской. С помощью специального инструмента, ротора, это аналог сверла у дрели, установка метр за метром будет проходить под землей и формировать тоннель, который протянется до перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Начальную точку обозначили. Кольцо диаметром 6 метров, в него и врежется щит. Основные детали установки уже смонтированы. Собран сам щит, на него навесили ротор и подсоединили все пять технологических тележек и транспортный мост, состоящий из двух частей, передней и задней, для транспортера. Породу из камеры и ротора сверла транспортер будет передавать на ленточный конвейер. Мы будем монтировать раму упора, будем монтировать адаптерное кольцо, доводить дома откаточные пути, необходимые для транспортировки грунта и подачи колец. Начнем собирать временные кольца и, собственно говоря, вести пусконаладочные работы по комплексу. Скоро начнут монтировать ниппельное кольцо. Специальный элемент не позволит грунту попадать снаружи через забойную часть. То есть вся разработанная порода будет подаваться по конвейеру через внутреннюю часть комплекса и в результате отправляться на полигон. В середине апреля мы планируем получить разрешение строительства, которое позволит заявиться под надзор в Ростехнадзор, чтобы завершить официальную процедуру пусконаладки ТПНК. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя достаточно податлив, поэтому комплекс сможет выйти на проектную мощность 200-250 метров в месяц. И хотя установка может разгоняться до 500 метров, нужно учесть особенности при подходе к зонам влияния каждого из строений, находящихся на трассе проходки. Особенно это касается объектов культурного наследия. Работу комплекса обеспечит порядка 16 человек. Это машинист, проходчики и бригада по обслуживанию щита. Остальные специалисты будут находиться наверху, над котлованом. Тем временем, к доставке и установке тоннели проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты занимаются разработкой стартового котлована. На участке сделают порядка 13 20-метровых специальных свай. Они должны выдержать установку крана над вновь построенными сетями инженерных коммуникаций. Кран будет нужен для того, чтобы собрать тоннели проходческий комплекс. Такое решение приняли для того, чтобы избежать перекрытия большого участка улицы Новосадовой. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков. События.